Здравствуйте, я мама ребенка-инвалида, девочке 13 лет, у которой диагноз, собственно, отсталась. С нами пришел такой случай вопиющий, помогите, пожалуйста, разослать это по всем фронтам, поднять на уши всех, чтобы это осиное гнездо просто разворошили, чтобы они уничтожили всех этих злодеев, которые там это совершили с моим ребенком. У меня у ребенка появились боли, мы не знали, что это за боли, врачи тоже не знали. Пришлось ее положить в больницу, в Высилковский район, в Березановку, в театрическую, навещать нам ее не разрешали, только звонили и говорили, что привезите сладости, привезите передачки. Мы возили, мы возили туда все, что можно было, и памперсы, и передачки. В итоге ребенок пролежал три недели, и забрали мы ее с телесными повреждениями. На указательном пальчике был срез от скальпеля, это были на МСЭ. То, что медико-социальная экспертиза снимала все ее ожоги на ручках, которые оставались после того, как ее связывали там. Как они еще издеваются над детьми, большой вопрос. Врачам никто мне, естественно, не позвал, когда я попросила, сказали, врача нет. В итоге ребенка я забрала просто обезвоженного, обессиленного, высохшего. Такое ощущение, что ребенок вышел из концлагеря. Я написала уже везде, куда только можно. Помогите их поставить на место как минимум. Почему мамам запрещено лежать в психиатрической больнице с их детьми? Мы не знаем, что с ними там вытворяют. Это ужас какой-то. У меня есть все доказательства, в каком состоянии был ребенок. Потому что ребенок похудел на 10 килограммов за каких-то три недели. Потому что у ребенка просто он... И я не знаю, что они с ней вытворяли. У нее на ногах телесные повреждения, у нее на руках телесные повреждения. Это просто кошмар какой-то. Помогите, пожалуйста. Хоть оглаской. Кто может, ставьте репосты, рассылайте. Кто может, пишите мне, пожалуйста. Все доказательства, все есть. Помогите просто уничтожить действительно это осиное гнездо. Чтобы люди получили по заслугам. Что с детьми так? Да, они инвалиды. Ну что, они не люди, что ли? Неужели с ними можно так обращаться? Почему такое происходит? Это же наши дети. Да, они умственно отсталые. Да, они не говорящие, но это не говорит о том, что на дними издеваться можно. Это что за звери там находятся? Почему мамочкам звонят по телефону и говорят, у вас все хорошо. В итоге забираешь еле живого ребенка. Скажите, пожалуйста, что нужно было вытворять с ребенком при неделе? Если мой ласковый, жизнерадостный, любимый ребенок, который всегда любил всех, обнимал, целовал, который с удовольствием со всеми общался, насколько это было возможно, стал бояться чайной ложки, столовой ложки, просто бояться кушать, бояться прикосновения, бояться всего. Она спит ночью, она подрывается, бедненькая, она дергается, у нее телодвижение, как будто бы она связанная. Она дома забыла, что такое спать на обычной кровати. Что они с ней сделали за эти три недели? Почему по телефону они говорят, мама, что ваш ребенок пушает, везите передачки, что у них все хорошо? При этом даже пускать не пускают. Это если ребенок, видимо, находится в нормальном сознании, который говорящий, да, они могут пустить родителя. Да, они родители таких пускают увидеться. И то, как они пускают правильно, поговорил, если ребенок в слезы, что они делают правильно? Они угрожают, они просто угрожают, что будешь плакать, не увидишь свою маму. Быстро пообещал, что ты не будешь плакать. И это еще в лучшем случае, что там творится за стенами, это неизвестно. Я сама лично видела, как говорила медперсонал ребенку, который сидел, рыдал и просил маму забрать оттуда его. А мама не могла его забрать. Я не знаю точных причин, почему. И медперсонал так и говорила, что будешь плакать, не будет мамы. Как можно такое говорить больным детям? Как такое вообще ребенку можно говорить? Мы мамы, мы мамы инвалидов. Это очень тяжелая дождь, это тяжелая работа, это тяжелый труд. Сначала их попробуй воспитать и попробуй с этими диагнозами, с этими лечениями. А они что, они просто губят их? Элементарно. Обширонского района, нефтяная, в нефтянке, есть точно так же. Психиатрическая больница для взрослых. Туда также привозят людей из Березановки, только взрослых. И они там как с концлагеря, потому что этих людей никто не навещает. Это давно известно всем и вся. Просто никто ничего делать не хочет, это никому не нужно. Вы что делаете? Почему из людей такие вещи? Зачем это страшно? Тем более это дети, они не понимают вас. Они видят вас первый раз в жизни. Вы наоборот помогать должны таким детям. А вы их только калечите и убиваете.